В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях педагог, джазовая певица и композитор Элла Хрусталёва. Здравствуйте. Здравствуйте. Елла Александровна, сегодня мы поговорим о предстоящем фестивале «Зимние дни рязанского джаза». На каких площадках он будет проходить? Фестиваль развернулся, и он будет проходить, я так понимаю, мероприятие будет в течение двух недель. Начинается всё в кафе «Фонтан» и Музей молодёжного движения. Одновременно два концерта будут. Геннадий Филин представляет программу и Станислав Глушенков и группа «Трансформер» в Музее молодёжного движения. Вместе с Екатериной Черноусовой из Москвы. Ну а далее 5, 6 и 7 февраля – это библиотека Горького, три разных коллектива. Мы играем вместе с московскими музыкантами. Сначала будет трио Сергея Клевенского, потом будет концерт наш, дуэтный, мой и Ксении Акимовой. Это замечательная пианистка, которая в своё время играла в оркестре фонограф у Сергея Жилина. И 7 февраля в библиотеке Горького в Горьковском зале в новом открытом будет концерт «Филинс» и Алексея Кузнецова, известнейшего гитариста с программой «Есенин джаз клаб». В рамках этих дней кого из именитых гостей можно будет увидеть здесь, у нас в Рязанской области? Ну вот именитые гости – это как раз самые именитые, это, конечно, Алексей Алексеевич Кузнецов. И, я так понимаю, его последователи уже из младшего поколения, великолепный гитарист Максим Шибин – это вот те, кто будет выступать с «Филинс». Сергей Клевенский, который будет открывать февральские как разни джаза 5 февраля в библиотеке Горького – это тоже очень известный музыкант. И его трио – это тоже потрясающие музыканты. Ну, Ксения Акимова, она так набирает высоту, но в джазовых кругах она тоже очень известна и всеми очень уважаема. Екатерина Чернаусова – известнейшая тоже певица, интерпретатор, пианистка, великолепно же неоднократно бывала в Рязани. То есть московские гости – это высокая планка джазового исполнительства. В дни фестиваля поклонники джаза будут вспоминать рязанского саксофониста и подвижника джаза Александра Семечкина. Что он сделал для развития рязанского джаза? Я думаю, что Саша – это наше всё. Вот с него практически началось такое широкое джазовое движение. Он организовал рязанский джазовый клуб, он группировал вокруг себя множество музыкантов. Рядом с ним просто хотелось играть джаз и идти следом за ним, потому что он был не педагог, не назидательный такой, да, не какой-то там крутейший гуру. Он умел быть демократичным, и в то же время он был неоспоримый лидер. И он вовлекал всех в практическое действие. Именно поэтому музыканты ему за это благодарны. Можно было ошибаться, можно было не бояться экспериментировать. Но при всей своей какой-то богимности в плане музыки он был очень ответственный человек, и у него всегда всё было записано на ноты. У меня хранятся до сих пор ноты, написанные его рукой. Это настолько, вы знаете, тут всё выписано до мельчайшей детали, и это вызывает колоссальное уважение, конечно. Он делал первые джазовые фестивали. Именно его авторитет и позволял приглашать таких музыкантов, как Даниил Крамер, Александр Фишер, например. К нам приезжали музыканты из Петербурга, ведущие этих фестивалей были потрясающие. Владимир Фертак и, по-моему, даже Михаил Митропольский приезжал. В общем, Георгий Гранян. Я помню, что я была только юной начинающей певицей, и за кулисами я ознакомилась и с Граняном, и с Крамером. В общем-то, сейчас даже, наверное, и всех не упомнишь. Были музыканты из-за рубежа, я помню, что мы играли концерты совместные с немецкими музыкантами. В общем, сложно переоценить, недооценить просто невозможно. И я могу даже сейчас вот и не вспомнить всего того, что он сделал. Он, поскольку он был родом из Воскресенска, он формировал какие-то связи между нашими городами. Коломна, Воскресенск, Рязань, то есть такой треугольник, опять же. Ну и Москва, естественно. Да, еще Петербургские приезжали к нам, я помню, замечательный был квартет, дайджест. Ну, в общем, это такой, знаете, фундамент, на мой взгляд, всего того, что вырастало. То есть сейчас вот эту эстафету подхватил Геннадий Филин, который тоже начинал, кстати, у Саши Семечкина, пианистом. Как он начинал вообще, как это получилось? Ну, конечно, Гена будет говорить, что начинал он в радиоинституте вместе со своей командой. Но это была команда именно вузовская такая, которую мало кто знал. А, собственно, вот все мы вышли, не знаю, как у Александра Сергеевича Пушкина, там, птенцы гнезда Петрова, да. А мы вышли из оркестра Саши Семечкина. Кто-то в малом составе играл, кто-то в большом, там, были какие-то группы саксофонные. Причем играли и ребята, которые в ресторанах подрабатывали, и те, кто преподавал в музыкальном училище. То есть состав был очень пестрый. И сейчас, я знаю, что среди музыкантов есть те, кто начинал с Александром. У нас тут сохранились большие фотографии наших путешествий на джазовый фестиваль в Москву. И стоит нормальный такой оркестр, полноценный, со своими инструментами. И многих я просто знаю, помню в лицо. Это все живая история, которая вот сейчас, она действительно с нами. А последователей его можно будет увидеть на фестивале? Да, конечно. У нас еще заключительный концерт будет 9 февраля в МКЦ на большой сцене. Вот там-то его последователи и соберутся. Я думаю, что там будут и оркестры, как раз и камерные коллективы, в которых продолжают играть те, кто когда-то играл бок о бок с ним. Сложно было вообще собрать вот этих людей вместе на одной сцене? В прошлом году сделали это в первый раз, организаторы фестиваля. И в принципе это получилось. Я думаю, что в этот раз уже будет проще это сделать. Хотя масштаб растет. Но люди с удовольствием откликаются на предложение поиграть через Саши. И вот 23 января, это как раз его день рождения, как раз все открывается именно концертами памяти его, скажем так. И вот Стас Глушенков, который играл с Сашей, и Гена Филин, которые тоже играли с Сашей. Мне кажется, вот они как раз в своем энтузиазме созидания и такой вот, ну как это сейчас, не знаю, говорят, движухи. Но они, пожалуй, такие самые главные сейчас у нас локомотивы. Джазовую классику в рамках фестиваля можно будет услышать? Обязательно. Без джазовой классики никак. Но думаю, что, конечно, основное место будет отдано интерпретациям. Но и классический джаз тоже будет. Кроме концертов, какие еще мероприятия пройдут? Мне известно о том, что это будут фото-выставки, это будут какие-то перформансы, может быть, связанные с изобразительным искусством. И детский музыкальный театр «Созвездие добра» готовит большой концерт, который будет называться «Степ-джаз». Если не ошибаюсь, он будет проходить в МКЦ 8 февраля. Тоже будет интересно. А что там такого необычного в нем? Я думаю, что там будет танец, как раз «Степ-джетка» под джазовый ритм с участием «Филинс». Фестиваль завершится 9 февраля. Вот эта дата, она случайно выбрана или все-таки нет? Ну, как я поняла, это дата, которую назначили сами рязанские музыканты в качестве Дня рязанского джаза. Ну, значит, так тому и быть. Февраль, он вообще такой уютный месяц. Январь, он немножечко такой после всех праздников, вторая половина января, она такая немножко апатичная. А в феврале уже люди просыпаются и, в общем-то, уже готовы и свинговать, и слушать и блюз, и джаз. А у нас сейчас есть такая возможность пригласить рязанцев на этот фестиваль? Что я с удовольствием и сделаю. Дорогие рязанцы, новый зал библиотеки Горького, Горьковский зал, распахнет для вас свои гостеприимные двери 5, 6 и 7 февраля на совершенно необычные джазовые концерты. Но если вы не хотите ждать февраля, приходите 23 января. Вас ждут сразу две площадки. 19 часов Музея молодежного движения, Стас Глушенков, команда «Трансформер» и Екатерина Черноусова. 20 часов Кафе «Фонтан» и Геннадий Филин. Все концерты библиотеки Горького начинаются в 19 часов. Билеты вы можете купить и на сайте Кассы.ру, и в каких-то других точках, которые обозначены тоже на сайте. И, конечно же, заключительное мероприятие 9 февраля, Большой зал МКЦ. Да-да, кстати, детский концерт еще, степ-джаз «Созвездие добра» 8 февраля. Будем очень рады. Я, соответственно, приглашаю, немножечко потянуть ял на себя, на наш концерт с Ксюшей Акимовой, великолепнейшей пианисткой. Мы будем попеременно за роялем. Ксюша будет меня аккомпанировать, Ксюша будет играть в соло, и я буду сама себя аккомпанировать. И вот там-то у нас будет и интерпретация, и джазовая классика. В общем, программа джазовых дней очень разнообразная. Фото-дом открою для вас, фото-выставки. Интересуйтесь, заходите на страницу «Зимние дни джаза» в Рязани. Настраивайтесь, получите хорошее настроение. Мы будем надеяться, что это станет доброй традицией. И все-таки джазовые дни у нас будут проходить еще не один год. Ну, а мы будем стараться, в свою очередь, чтобы это стало веселой традицией и просветительской традицией. В гостях программы «Городские встречи» была джазовая певица, композитор и педагог Элла Хрусталева. Спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин